Я так и не решила задать, хотя вопросов много. Так, поужинали, папа покушал, я решила сделать салат фруктовый. Здесь банан, зеленое яблоко и апельсин и йогурт. Вы спросите, многие задают вопрос, многие такое даже есть не могут. Фу, как такое можно есть. Понимаете, съесть фрукты тяжелее мне. Мне вот легче тишниш такой сделать, заправить йогуртом. А йогурт у меня вообще очень тяжело есть. Да, вот, и поэтому я вот так вот возвращаюсь, уж извините. Он исходил, наверное, глянь, последний полдесятого уже, бегал в перекрестки, потому что у нас корм закончился. О, булгун нашел этот, ну, конечно. В общем, он ел такую крупу у мамы. Посмотрите, у меня зарядка сидит. Очень похоже на рис, да? Я в жизни пока еще такого не пробовала. Надо еще понять, как его варить. В общем, решили попробовать. Говорит, что вкусно. Говорит, что мне должно понравиться. Я, как бы, похожа чем-то на перловку. Оливки. Оливки. Сушки. Такие сушки. Мне нравятся очень. Берем Захарки, но Захар почему-то их не знает. Плохо есть. Вот Захарки. Кашки любимые. Три попросила его, чтобы взял три корма. Горошек. Ну, это, наверное, может... Вот, открывашка есть хорошо. Здесь тоже есть. Еще корм. Молоко. Я уже лично я другое молоко стала брать. Тубанский попорок, по-моему. Для компота. Компотная смесь. Так, огурцов набрал. Помидоры. И картошка. Картошка молодая, но тонкая кожура. И ее очень много он взял. Надо купить мясо. Можно будет потушить его с мясом. Так, а сейчас мы Захарком будем кушать борщик на ночь. Так получилось, что он еще сегодня пока не ел. Ты кушаешь печеньки, сынок? Ну, что ты в голос какие-то носил? Он пюрешки покушал, позавтракал. У меня куча посуды. И я. Мои руки дошли до этого шкафа, до этой полки. Здесь нужно все перебирать. Брюс, как всегда, как только я взяла камеру, этот пришел звезда интернета. Так. Суп грибной 12 месяцев хранить. А когда он сужден, как обычно, мы не можем найти. Но я не могу. На экспанте. Так, вот это я выкидываю в туалет. Им в обед никто не ест. Дальше вот это выкидываю. Тук это еще мы, по-моему, в Анапу ездили. А это уж, извините, было два года назад. Муж принес калмыцкий чай. Три в одном. Он с молоком и с солью. Дальше вот это тоже выкидываю. Не знаю, смотрите, надо как доехать. Я набрала как много. Такая шоколадка. Спартак. Она очень-очень... Да ты сам виновата. На хвост ему наступили. Я же не вижу. Мне нравится хранение именно вот так. Я не люблю никакие банки. Мне пока мне устраивают вот так. Заклепки, пожалуйста. Надо их купить просто в фикс-прайсе. У меня очень мало. Ну, стуль пока оставим. Такую. О, мерный стаканчик. А я искала. У меня, оказывается, был, есть. Так, это что это? По-моему... Какая-то трава. Я ее сюда высушила. Ну, вроде я еще показывала нам, что я купила ее. Свежие. Красители. Желатель пищевой. Чечевица из стельного зерна в пакетиках. Манка тоже, наверное, просрочка. Ну, да, гляньте. Я ей давно, она давно лежит. Так, это макка, макароны на суп. Или так сварить можно сегодня с сыром. Это моя эта. Как ее? Лен. Морская капуста. Для роллов остатки. Арахис нужен. Ну, шоколадку я выкину. Вот эти шоколадки тоже. У меня никто не ест. Вафля. Не знаю. Вот эти печенья. Он тоже выкинул. Замежать никто не ест. Вот сюда будем собирать. Как понимаете, какие-то печенья. Они могут быть в роддомы еще. Когда мне в роддом приносили это пиолетные, якобы, печенья. Еще одна манная каша. По-моему, это же манка. Правильно? Ну, обычно она не собирает. Захаров открыть не сможет. Это разрыхлитель теста. Далее. Это мука гречневая. Семечки. Тоже муж так любит подъедать. Так, дальше. Каша. Вся она с черникой. Гречка. Это большой пасхальный набор. Один, второй. Дальше. Это кунжут. Два года срок годности. А, это с восьмого года хранится. Блин. Что я еще доставала? Это, по-моему, перелывка. Редбулл, который тоже был брат. Ванапа, вы не поверите тому же, когда он за рулем ехал, а нам заняться в Ставрополинатурное море ехать в восемь часов. И мы вот ее взяли, если он уже посыпать начнет. Слава Богу, не воспользовались. Захар гулять хочет. У меня, кстати, от них начинает таскнике. Очень быстро. Сильно бить из сердца. Так. Кожа выкидывала сливочная, не сливочная. Куда я знаю, что это. Подожди, или он недавно это покупал. А я ему покажу лучше. Вот это точно выкину. Так, это изюм. Промыть его, что ли? Так, вот такая вот целая куча тара. Вот прилично все. Вот этих остатков. Что-то здоровое он делает. Ну, остаются такие кусочки. Кра, это ядрица, наверное, какая-нибудь язва. Это такая. Ячневая крупа. Тоже давно я ничего не готовила. И, как бы, печень от очищает, там пишет. Хоть что-то хоть падает. Так, вот эти кусочки добавляются. Давно не тушила капусту. На этом я за капустой идти. Сейчас с Захаркой пойдем гулять. Мои девочки. А это у меня этого. Так, хочу еще вот это перебрать. Книжка, все, вот это, вот эти спиртные поубирать. Ну, получилось у меня пока вот так. Это все забьется. Ну, вот сюда вот. Хотела фрукты туда убрать. Не знаю, фрукты должны дышать, нет? Ну, что это для фруктов использовать? Ну, она может подцарапать стол. Это от Эйвона. Подходит она на таком. Нельзя стоять, она подцарапает. Стюрель, а тут надо убрать. Все. Этих медведей, может быть, туда убрать. Красиво, конечно. Ну, как, ни заварного, ничего нет. Наверное, куда надо его убрать? Там, ну, на комнату. В комнату. Там, вообще, чертик. Зачем? Елочным игрушкам. Елки нашей квартире долго не будут. Лезгинка, говорят, хороший коньяк вот такой. А здесь янтарь, видите, она раскололась. Вот янтарь нам не достать, наверное. Все-таки это янтарь. А сейчас-то я не живу в Калининграде. Когда на игрушки смотрю, сразу вот, если Харка, конечно, если будет один расти, ему так скучно будет. Мне было скучно, когда одна росла. Потому что Ксюха с сестренкой родилась. У меня уже было 14 лет. И мне вообще было, что я до нее. И Путина такое лицо невозмутимое. Катюша играет, он даже не улыбается. Ну, все, это в пыли. Надо выкидывать, что мы. Я солешницу и сахарницу хочу новую. Потому что мне тяжело отмываться. У нас все грязное. Мне тяжело эту банку отмывать. Так, мы сейчас гуляли. Пришли домой. Я где почистить-то почистила. Вот это я заплыла сюда. Надо все в кладовку убрать. И стрижамент водка тут стоит. Ей поднимаюсь там. Сейчас покажу, что купила. Почистила, помыла лицевую сторону. Как она называется? Вытяжки. Вот видите, я испортила. Это вот эти не утерла. Железные. Показываю, что купила. Мексиканская смесь. Даже не знаю цен, но вот посмотрим. Потому что там в пятерочке не было цен. Ну и где цена? Черт-те-черт. Мексиканская смесь 25. Курица 81. Курица вот она. Она большая. Это я хочу сделать чеченские галушки. Птица Кубани. Так. Не вытерпела. Захарка две лестницы преодолела. Пошла в магазин. Потому что летнюю обувь удобную нужно. Удобную обувь. Это вот такие, смотрите. Ну, я ушла за обувью. Там выбор был очень и не очень слабый. Ну вот. И, естественно, я увидела лосины. Пока они были, я их забрала. С каким-то цветочком. Тоже не мерила. Потому что со мной был Захар. Вот. Вот такую. Вечно у меня все полосатая. Большой размер. XL. Чтобы уж точно вылезти. С обувью сейчас вы скажете, что она некрасивая. Страшная, я с вами согласна. Но, когда я одела, я вообще их не собиралась собрать. Потому что они страшные. На витрине были. Круто срочно надо выкидывать это яд. На ребенка особенно. Но когда на витрине. Нужно же с ребенком гулять. Я же в первую очередь об этом думала. Ну, как-то на выход в гости, мне кажется, такое уже не один. Господи, у меня мама так обувь носит. Дожилась. Мне с Захаркой гулять просто надо. И на говяжий фарш килограмм. Я хочу сделать с рисом смешать. Ну, что типа фрикадели как-то обжарить. А эту смесь я взяла тоже как бы обжарить. Потом, когда их все по отдельности будем готовить. Потом как бы эти фрикадельки полить. Ну, типа, чтобы соус был. Ну, что. Как всегда, работа кипит. Все у нас 6 часов. Ну, что, я обжариваю фрикадельки. Вот так я их сделала. Размеры разные. Конечно, они должны быть где-то вот такие, где-то меньше. Но у меня, как всегда, добавила кинзу, лук. Чеснок лень просто резать уже. Специи, соль. Честно, опять первый раз тоже делаю их. Сейчас я буду это есть. Обжарила эту смесь вот все как надо тоже. Ну, вкусно получилось. Весорубку уже взяли у мамы. Она много смеялась с них. Говорила, зачем, зачем, что у тебя есть блендер. Делай все блендером. Расчетка с сошницей. Там гелтизер. Захаркина это. Не хочет он. Ну, сам он не хочет. Мне нужно купить. Потерялась. Вот так могла потеряться ёршик такой длинный, да? Для детской посуды. Видите, я не могу домуть. Снизу. Смотри же мне. Ну, смерзая ты что? Она же дорогая. Вообще-то очень хорошая. Ну, какая разница, если мы ее не пьем. Захарка играет с пылесосом. Я бы хотела сделать домашнюю аджику. Не острую. Просто перекрутить помидоры, чтобы была мякоть. И сварить их. И закрутить. Как-то варила я неделю назад, наверное. Это уже так она очистилась. Было еще хуже. Варила, значит, макароны. И он забыла об этом. Естественно, все прилипло. Макароны природились с детства. А то, что снизу, оно все подгорело. Уже и уксус с содой. Что только не делали. Захар, это нельзя делать. Отходи. Пробовала вот этим средством детским. Законцентрировано средство универсальное экстракт. Экспертное очищение. Сейчас вот им залила. От Фаберли. И сталь. Хочу есть. Выбила фитом уцил. Вот этот слив. Ага, он в пыли, потому что. Будь здоров. Добавляю еще один стакан воды. Правый у меня сползает. Именно правый. Но сейчас за счет того, что они уже подсохли, он, в принципе, встанет. Здесь вот так вот чуть-чуть всего лишь сползает. Опять боли возвращаются. Захар. Давай помашем девочкам ручки. Передадим им привет пламенный. Маши. Пока-пока. Пока-пока, девочки. Дась-дась. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.